эл друзья всем снова привет с вами итан и мы продолжаем наш марафон по игре от них окей наша задача сейчас добраться до королевы воришек ну вроде бы здесь нам никакой опасности не ну не знаю не предвидится поэтому принципе можно и подняться с колен есть товар для темных дел так-так-так-так огненная стрела водяная стрела улучшающая стрела а удушающая даже не знаю я думаю чтобы купить можно все купить так продать мы можем тоже конечно мне больше интересует на нас прокачка так что у нас еще есть и я даже не знаю давать наверное концентрация увеличивается на 1 какой-то инструмент качнуть посмотреть узлом замка ну на самом деле давайте это хорошая вещь я думаю потому что всего 150 но есть определенная проблема с концентрацией как мне кажется поэтому так и что такое гаечный ключ открытие решеток от ничего болтов ну я тоже думаю что то весьма полезный инструмент который нам пригодится то есть видите не везде мы можем попасть а благодаря гаечному ключу уже может быть даже что то и получится так припасы дать тоже сейчас посмотрим так в основной концентрацию ну стоит конечно он дороговато если честно даже не знаю есть смысл покупать тоже еды здесь купим немножко потом тупая стрела давайте купим стоит копейки но я думаю нам они помогут отвлекать канатные стрелы тоже чем все пополним так водяная до конца просто добьем там уже будет собственно говоря видно ладно все хорошо часовня морнинг гейта пункт так он пошли возвращаемся мы от район там уже будет нам не так безопасно и да придется уже использовать наше обмундирование да так пойду от них подальше не знаю что они там отхаркивали сейчас то он сыграл ящик но смысле умер бедняки костры жгут надо бы карту нам тоже сейчас даже карту активировать вот постоянно придется приходится ее дергать и вроде бы все свои здесь это кладбище между прочим но мы сейчас да мы сейчас просьбу сетки баса выполняем я уже подзабыл ну и возможно здесь даже будет у нас и главное королева воров так сейчас еще этот уголок тоже обследую потому что могут разные не знаю пасхалки разная фитня здесь прятаться но пока что я ничего не вижу ладно и здесь то нам делать нечего хотя наверняка есть здесь такое место куда можно зацепиться подняться и там какой нибудь будет ништяк лежать очень очень даже полезный но мы не будем терять времени старая часовня тем более у нас такой марафона он предполагает быстрое прохождение одинокая ночь сегодня и это хорошо немногие бы выбрали твой путь других путей я не знаю верно что меня глаза не нравятся это они белые мусора и слепая ты узнаешь обо всем что происходит в городе не обо всем только самым важным что привело тебя сюда ищешь моего совета она точно слепая год назад я был в поместье норд креста что-то пошло не так что со мной случилось что случилось сэрин год назад слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то чего до конца не понимали равновесие было нарушено и это отразилось на всех это что ответ когда мои попрошайки тебя нашли после того случая они решили что ты мертвый но ты был жив мы вылечили тебя и вывезли из города чтобы защитить мы ждали но потом когда начался мрак что-то начало будить тебя и мы решили вернуть тебя домой этот город болен но он все тебе расскажет если ты будешь слушать берегись город в тени скрываются вещи да уж вот да вот такая вот так улучшение навыков навестите королеву попрошайка пожертвуйте ей золото взамен получите очки концентрации смотрите как здорово наш мемориальные доски ну без инструмента который я приобрел мы ничего не сделали как вы поняли это был ключ он как бы да я на будущее посмотрел так что он пригодится все-таки ну ладно не суть здесь мы побывали уже направляемся в главу 2 прах к праху будем сейчас искать кольцо с трупа снимать его и интересно конечно пепел летает вот в воздухе здесь же крематорий мы грузим толпы с самого рассвета нам бы закончить поскорее слыхали этого ленивого канавника радуйся что толкаешь телегу а не лежишь на ней сейчас как обычно камера перейдет на нашего персонажа и мы должны проникнуть в это местечко на телеге я уже накатался найду другой путь все правильно гард так сразу посмотрим вода там внизу что-то лежит да давайте вниз тогда такс стоп как как спрыгнуть а вот все 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 понял не совсем я до конца еще привык к управлению как-то все непонятно мутно все шестеренка не я имею ввиду в том плане вот из этого пепла не вообще ни хрена не видно если честно опа вот смотрите благодаря опять же инструменту можем проникнуть это очень напоминает Deus Ex в том плане что там если у тебя есть какой-то специальный инструмент специализированный то ты можешь проникнуть разным способом то есть если у тебя сильный удар ты можешь просто проломить стену то есть это очень круто как мне кажется смотри и учись смотри и учись смотри и учись здесь нам ловить нечего там куча стражников там собака пока что мы находимся в тени бутыли бочка не знаю чем нам ох ты спорю что этот пес внимательнее чем его хозяева да так ну что ж пошли дальше вот это место было сделано то есть если ты допустим не обладаешь инструментом ты можешь запрыгнуть но опять же две решетки стоят с другой стороны ты дальше не пройдешь через собаку то есть весьма не скажу что логично но тем не менее и как бы тем игрокам у которых нету его и вообще ну то есть для тех или других есть какая-то свобода так а здесь вообще у нас походу тупик друзья ну я не знаю куда же нам теперь а ну вот нам то не стоило идти еще раз я тут просканирую у нас есть то есть вот по сути для концентрации ну нафиг ничего не надо вот я нажимаю один раз на Y и вуаля ребят все отлично то есть не надо тратить опять же не буду ее прокачивать в принципе видите все так и видно там можно пролезть даже это хорошо воспоминания нахлынули в его голову я не заболел что-то такое да нездоровое явно происходит возьмем маг сейчас еще все уголки я хочу посмотреть особняк нордкриста с этой стороны реки он похож на надгробие ясненько по карнизу да и наверх здесь двери все закрыты ну что-то даже сейчас вот смотрите от третьего лица ну гораздо симпатичнее вот ей богу сплинтерсел почему они не сделали непонятно совсем непонятно так нам по трубе да и в то окошко так а как же нам спрыгнуть то все понятно все ясно надо показать его генералу надо быть осторожным довольно таки мы погрузили его как можно бережнее вы же с ними черт побери вот друзья извиняюсь вообще не то совсем нажал блин это конечно ну крайне неприятно ладно ладно ничего как же так не знаю наверное вырежу этот момент ну прохожу все я в реальном времени а мы сейчас быстренько допрыгаем пока что надо придумать о чем бы нам поговорить не знаю не знаю ходит слух что значит на создание тнифа помогали люди из юбисофта ну это же канада вы должны понимать это смотрел в канаде находится эта студия там и дисконнер рядом тоже опять же и вот ходит слух что из этих двух студий ну то есть создатели дисконнерда и немного людей из юбисофта они помогали ребятам значит из эйдоса сделать всю эту механику карабканье и всего остального и вот конечно слизанно чувствуется что есть такие моменты прям очень похожие на дизоннер то есть с этим не поспоришь но дисконнерд мне кажется он лучше там более более все так по стимпанковски то есть вообще альтернативная какая-то такая вселенная и здесь мы дело имеем с такой с большей классикой вообще в тнифе никогда не было насколько я знаю ну магии таких подобных вещей оу я манекены я пришел сюда за телом но не за таким же да нам предлагают спуститься вниз да по всей видимости сейчас я еще посмотрю есть ли возможно здесь что-то своровать на верхнем этаже да здесь у нас кошелечек а это вообще еда так здесь нам не пролезть не пролезть вот посмотрите это хорошо есть еще здесь дверь окошко все закрыто просто надо проверять потому что не хочется добро упустить если честно ох что-то я такое нашел не ну я знаю что если вот у меня уже как бы не знаю вошло в привычку если я вижу лестницу я сначала пойду и вниз и вверх и везде схожу потому что обычно на лестничных пролетах ну пролетах во многих играх делают так что что-то лежит либо под лестницей либо оденется наверху к игроку как бы не стоит даже идти ну то есть никто не подумает туда подняться это я видел и в фире третьем и в по-моему спинтерселе да везде в резидент иволе люди везде стараются там сделать какие-то тенички поэтому так сундук мы открыли ну в принципе все хорошо теперь надо быстренько вниз там что-то тоже есть блин туда не подняться мне кажется там что-то блестит ну да ладно так-так-так тихо-тихо-тихо стоп а вот там вот ладно не буду я параноид по этому поводу слишком сильно хотя я не знаю это какая-то какая-то напасть просто да не хочу по этому поводу параноид но тем не менее мы опять уже здесь клянусь зубами рорка то трупы то эти куклы здоровенные ведь еще немного и я сам отправлюсь рыб кормить блин а где мы сейчас вообще вопрос на миллион долларов не жаскач конечно сейчас опять этого хмыря придется нам оглушить слишком далеко откидывает назад если честно можно было бы поближе сделать так ну еще золотой где-то там летельный завод так ждем мужика этого поганого просто раздражает по второму разу проходить давай иди сюда уже мужик потому что спрыгнуть я почему-то не могу вообще не могу манекены если очень захотеть дядя получил по голове так кошелек или жизнь тоже смысл мне допустим гравить кошельки если там ну как бы по сути ничего-то нет такого полезного опять мы в эту комнату зашли дурацкую сейчас берем микроскоп берем все то же самое остальное так еще ящик кошелек не знаю случайно не случайно генерируется ну такие вот вещи в ящиках походу не случайно то есть если положили шестеренку разработчики то здесь она и будет лежать все теперь осторожно видите вот если в ассасине ты допустим просто нажимаешь и бежишь он как бы сам старается обычно он не падает то здесь буквально вот есть возможность залезть он залазит и просто падает вниз в самый такой неподходящий момент так что у нас там дальше да я конечно уважитель не обращается корнелиус наверное уже на конвейере поеду за корнелиусом в порядке живой очереди так цепляться за крюк да просто будем их всех гасить вообще без без какого либо палева так транспортировка кадров чего-нибудь тут есть так еще раз осмотримся там бутылки там крючок может потушить факел если можно это сделать так постараемся ребят сейчас с замком поработать честно говоря ну гораздо проще это делать если мы еще один уровень качаем то это будет просто nice потому что на стиках не не очень удобно так еда свечу нам надо затушить так это вообще фигня еще одна еда все мы тщательно собираем подбираем так давайте посмотрим куда ведет этот лаз может быть даже какой-нибудь так новая карта может быть даже какое-нибудь тайное хранилище мы разыщем хотя я сомневаюсь конечно в этом так вот здесь тоже можно было проникнуть блин ну я так не играю это нечестно так 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 вот наш крюк чуть повыше и я дотянусь до тех крючев для начала украдем еще что-нибудь такое и можно будет дальше блин конечно три золотых черт побери это не то что я хотел посмотрите у него арбалет и два кошелька так все оглушили мы парнишу это хорошо ребята это хорошо так там вроде я был эх как же так-то белки-палки я что-то старался подняться блин ну вообще ну-ка здесь можем сейчас до конца обследуем и уже пойдем дальше по пути успешник так висит неловко так а это куда вас а ну мы там были по идее я так не падай ну конечно ради шестеренки блин я думаю это вообще ни разу бы не стоило такой фигней заниматься ладно тем не менее давайте сейчас подниматься туда и уже будет ладно видно чё как дальше поступать ключок ну такое место конечно мало проработанное так конверт включился отлично так ну что продолжение то это как есть то что так вот